Всем привет! Вот мы сейчас уже выехали на автостанцию и находимся на Биргенгельской станции. Ждём автобуса. Опаздывает. Первый раз такое, конечно. Должен в три прочих задержка. И сейчас на 20 минут задержка пишет 3.40 где-то должен быть. Надеюсь, мы успеем. На первый раз такое у нас случается, что в Биргенгельском автостанции задержался автобус. Короче, да. Надеюсь, успеем мы до самолёта. Ну, у нас есть с запасом, конечно же, время, но сейчас последние события. Говорят, что там бывают большие очереди. У кого-то попадаются, у кого-то нет. Как повезёт. Так что так. 57. А мы ещё даже не выехали. Ну, вот сейчас будем выезжать. Конкретно так опоздал автобус наш. Жесть. Он 3.57 нахер. Короче, автобус опоздал на 40 минут. Ужасно. Первый раз мы с таким сталкиваемся. Обычно сколько раз ездили на автобусах, так долго не опаздывала. Вообще не опаздывала даже, можно сказать. Такого скуча не было у нас. Тут на 40 минут, это конкретно. Ладно, короче, наконец-то выезжаем. Так, мы уже в аэропорту, и здесь очередь нормальная. Нету так сильно большой. Так что это паникёры. Короче, мы прошли осмотр. Одна сумка застряла. И оказывается, я там кое-что забыла. Крем. И крем разрешается только до 100 грамм. А там было 112. Короче, этот крем забрали. Короче, такой лайфхак. Тут есть туалет. Есть. Можно бутылку наполнить. Просто оставляете пустую бутылочку. Проходите через проверку. А потом просто наливаете водичку. Потому что в магазинах она будет дорого стоить. Но мы бутылку выкинули. Так что придётся покупать. Ещё один лайфхак. Короче, мы брали до Манчестера билеты. До самого центра. Вылезли раньше в аэропорту. И билеты получились дешевле почти в два раза. Так что проверяйте. Ну, надо главное согласовать, что было бы номер вашего автобуса такой же самый. Проверьте, что именно действительно он едет через аэропорт. И можно так сэкономить. Мы в дьюти-фри. Есть такие хорошие скидосы. 50%. Правда, не знаю, сколько в Латвии стоить будет. Десятка Смирнов. Потом сравним. 10 фунтов. Это пол цены. Стоило 22. Там, например... Короче. Каптейн Морган 11. Потом Гордон 12. Смирнов. Бомбей 15. Вот они затарились. Что они потом на рейсе будут продавать? Не понимаю смысл. Или всё-таки тут хорошие цены? Во, Гордон. Десятка. 12. По пол цены. Так. Тут я не знаю таких. Какие-то джинны всякие. О, это стоило. Танквири. One liter. Джин какой-то 25. 25 какой-то крутой. Это какой-то тоже. Вот такая водка. Гусь 35. Так. Что тут? Тут уже подороже пошли. Каптейн Морган в принципе 11 паундов дёшево. Бакарди пятнашку почти. Вот какая-то крутая бунжа. Короче, 23 фунта. Скидка 25 фунтов. 10... А, вон, сверху 10 лет. Снизу 8 лет. Выдержки. Довольно-таки приемлемые цены. По сравнению, если посмотреть в английском магазине, конечно, здесь намного дешевле в Duty Free. Но не знаю, какие сейчас цены в Латвии. Джиггер Мейстер. 40% скидос. Литр 16 стоит. Малибу. 12. Но всё надо же в еврике переводить. Но евро упал. Так что там не сильно большая разница. Евро и не евро. Тут уже поменьше скидка. Тут уже не 50%. Поменьше. А, где я видела? Джек Дэниелс, по-моему, ценник тоже. Ай. 25. О, какой марк. 21 евро. 21 фунт. Вот такая, говорит Виталик, прикольная. Это что, виски? Да, виски. Говорил, что хорошая. 21 фунт это. Беллс. 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 Тоже что? А, Балантайс. Балантайс. 16. Вот это птичка. 13. 14. Короче, так. Пройдёмся дальше. Так. Духи, походу, прошли. А, там ещё есть духи. Ну, цены на духи не буду, если только по скидосу какие-то. Вот тут, например, Кельвин Кляйн по скидосу, по двадцатке. О, вон там, смотри, вон те. Да ладно, ну. Это чтобы я купила или что? Что намёк такой? О, сорок процентов. Кельвин Кляйн тоже. 30 фунтов. Кельвин Кляйн 1. Кстати, нормальные у меня есть они. Тут сильно больших скидок я не вижу. Сладости дорогие. Тут духи, дюти фри. По сорок процентов скидка. Но. Короче, здесь вот по сорок процентов скидка, но даже с сорок процентной скидкой довольно-таки большие цены. Ну, вот это ещё более-менее. 35 за 90 лакоста. О, это, кстати, вкусненькое. Запах у меня, по-моему, я нюхала. Ничего. Хугабос 75 миллилитров 30 фунтов. Ой, или это не он? Нет, Хугабос это не это. Нет, это не 30 фунтов. Хугабос какая большая. 200 миллилитров 71 фунт. О, как у Виталика Версачи. 100 миллилитров 37. Да. Такие какие-то, не знаю. 100 миллилитров 46. Пола Коста есть такая. Сорок процентов скидка. Сколько она? Не вижу цены. Нет, тут цены не написано здесь на ценниках. Дизель. Давидов. Вот такие цены разные. Obsession. Келлен Фо Мэн это. Кстати, ничего такой запах вроде. Кстати, вот эти понюхала. Мне не нравятся они. О, какие интересные роботы. Ммм, интересный запах. Какий-то новый вариант такой. 60 фунтов стоит. Интересный запах у них. Тут тоже есть алкоголь. По двадцатке какой-то. Виски. Или это не виски? Блин, что это? Скоттиш. Джин. Короче, джин это. 20 фунтов. 22, 24, 20. Текила по двадцатке. С полпроцент. Ой, половина, пацаны. Так, так, так. Абсолют Разбери, кстати. 14. Нормальная цена вроде, наверное. Так. Тут тоже самое, как и в том магазине. Здесь еще Ред Лейло. Жек Дэнила. Ножка. Так, вот, короче. Чук-чук. Так, так, так. На самолётике. Какая погода сегодня, ужас. Дождь. Плохо видно. Обалдеть. Народу много везде. В Манчестер довольно-таки ходовой аэропорт. Еще сколько здесь народу. Зал ожидания со столиками. Прикольно. О, здесь еще более-менее на кофе цены. Бутики. Бутики какие большие. Шесть фунтов. Но, не знаю. Не очень. Могли бы что-нибудь повкуснее придумать. И здесь людей куча. Бургеры. Где продают бургеры? Закрыто почему-то. Что там по ценам? Бургеры. О, здесь уже более-менее пайка. Но и стоит восемь пятьдесят. Вот такой рапик можно замутить. Здесь тоже большой телек. Реклама GD. А, сам магазин GD. И здесь большущий телек. Раньше я его не замечала, реально. Ну, хотя я в Манчестере не так часто была. Может, пару раз только в Манчестерском аэропорту. Поедем на эскалаторе, да, проедемся? Здесь так красиво сделано. На. Пойдем, пойдем. Можешь стоять просто. Мы едем. Вот, здесь очень красиво сделано такое дерево. Красивая паста. Какой-то итальянский ресторан. Да, итальяна. Ау. И здесь красиво смотрится это все дело. Мам, мама пить. Да. А ресторан, этот итальянский весь переполнен. Еще даже очередь, кто хочет покушать там. Еще какой-то ресторанчик тут. Всякие разные пиво можно попить. И что тут еще есть? По-моему, буфет, не? За пивом очередь. Мам, пить. Вон там Виталик с Доминикой. Вон они там сидят. Народу довольно-таки много везде. Где? Джиди даже есть здесь. Магазин. Какая тут прикольная сделана. Не видела раньше. Наверное, обновили чуть-чуть они. Экран тут большущий вообще поставили. Тоже раньше я не видела. Чуть-чуть обновили аэропорт этот. Вот, сразу переходим по этому туннельчику в Аэрбалтик. Самолетик. Самолет вроде небольшой такой выглядит. Это вроде не старый самолет, но небольшой какой-то он. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас скоро полетим, дело Самолетик сейчас разгоняется, потом будет взлетать Нет, еще не снимаем, ой, еще не летим, но взлетаем Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О, взлетели, все взлетели, чувствуется Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok